Однажды Иисус Христос сказал иудеям, «Вы никогда не слышали голос Божий, и никогда не видели лица Его, и не имеете Слова Его, пребывающего в вас, потому что не веруете тому, которого Он послал». В жизни каждого человека должны быть эти три вещи – слышать Божий голос, видеть Его лицо и иметь Слово Божие, пребывающее в сердце. Иисус говорит, что есть причина, по которой это не происходит. «Вы не веруете тому, которого Он послал». Много еще других мест говорит о том, что каждый христианин только благодаря вере может получить доступ ко всем Господним благословениям, сокровищам и произрастать в этом. И вторым необходимым компонентом, как мы слышали, должна быть обязательно добрая совесть. О совести мы слышали, а я хотел бы говорить сегодня о вере. За время, которое я был верующим человеком, христианином, я слышал проповеди, читал книги и слышал рассуждения на тему веры, я увидел, насколько много есть подделок того, что люди называют верой, но на самом деле это верой не является. Я видел людей, которые были в чем-то уверены и не имели сомнения в том, что то, чего они ожидают, произойдет, но это не происходило. И из-за этого мне пришлось для себя определить, что уверенность – это не всегда вера. Потому что Библия говорит, вера – это осуществление ожидаемого. И если я во что-то очень крепко верю, и я в этом не сомневаюсь, но то, что я ожидал, не осуществилось, это было чем угодно, но только не Божьей верой. Я думаю, наверное, по этой причине в Евангелии от Марка, в 11 главе, 23 стихом, Иисус сказал такие слова – «Имейте веру Божию». Если Он добавляет к этой вере какое-то слово, понятие, какая должна быть вера, значит, бывает и другая вера. Бывает вера, которая не осуществляет ожидаемого, бывает вера, которую Бог называет подделкой, и вы знаете, что рано или поздно человек, который сталкивается постоянно с подделкой, он постепенно перестает искать оригинал. Если мы с вами имеем в сердце и в мыслях, и в нашем поведении поддельную веру, то люди, которые встречаются с нами из этого мира, обнаружив эту подделку, обнаружив ненастоящие, они постепенно могут начать думать, что веры настоящей вообще нет. Это могут быть очень такие незаметные моменты, как однажды мне рассказали, одна женщина пришла в церковь на служение, и сначала она, она пришла первый раз, сначала она увидела, как некоторые люди делили места, потом она все-таки сначала хотела уйти, потом осталась, села, нашла какое-то место свободное, где была не так сильно конкуренция, и она села туда, и когда еще собрание началось, она слушает, сзади ее разговаривают, я купила то, я купила это, я купила третье. После этого она ни разу больше не пришла в церковь. Когда она приходила сюда, она ожидала, как по ее словам, увидеть что-то божественное, возвышенное, что-то, что могло бы отличать от всей ситуации в этом мире, от суеты, от споров, но, придя сюда, она не встретилась с настоящей, с Божьей верой, но она оказалась в окружении таких людей, я не могу сказать, что это все такие, потому что я знаю много искренне верующих в Господа, но ей так пришлось соприкоснуться с людьми, у которых Божьей веры в сердце не было, и это вызвало в ней отвращение. Если вы какому-то человеку, который никогда не кушал яблоки, подойдите в восковое яблоко и скажете, что это очень вкусно, и он откусит, вонзит свои зубы и потом с отвращением выбросит, он больше может потом никогда не начать есть настоящие вкусные яблоки. Очень опасно встречаться с подделкой, очень опасно иметь в сердце своем эти подделки, которые рано или поздно обнаружатся и приведут человека к разрушению. И поэтому Иисус сказал, имейте веру Божью. Здесь есть тоже одна такая кривизна в мышлении, когда мне было еще около 16 лет или даже 15, один человек задал мне вопрос и говорит, имеет ли Бог веру? И для меня было это достаточно трудным, я думаю, как, вроде бы, зачем нужна вера, вроде бы, не знаю. Он говорит, написано, имейте веру Божью. Значит, эта вера у Бога есть, и надо ее тоже иметь. Я согласился долгое время, хотя что-то у меня в голове там никак не могло соединиться. Какая-то интуитивная часть моего естества подсказывала, что почему-то Богу вера не нужна. И однажды я понял, это оказывается у веры, которая является осуществлением ожидаемого. Есть еще вторая характеристика, это уверенность в невидимом. Для Бога нет ничего невидимого. Бог все видит. Все открыто написано и обнажено пред очами Его. И то, что для нас не существует, для него уже существует. И ему не нужно ждать, потому что у него один день, как тысячи лет, и тысячи лет, как один день. Вечность – это совсем другое измерение и совсем другая сфера. И там в вечности вера не нужна. Библия говорит, что когда мы перейдем в небо, из трех вещей – вера, надежда, любовь, у нас останется только любовь. В ней только будет потребность. Надежда и вера отпадут как необходимость. И поэтому сегодня у нашего Бога веры нет необходимости. Но вера Божия – это вера, которая пришла от него. В книге «Деяния апостола» в 4 главе, когда апостол Петр исцелил Хромова по молитве, и люди собрались вокруг, все удивлялись, и он сказал такие слова. Это 3 глава, извиняюсь, 16 стих. Он говорил, чтобы люди не удивлялись, и сказал, что благодаря чему этот человек получил исцеление. «Ради веры во имя Иисуса, ибо имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, то есть Хромова, этого исцелило имя Иисуса Христа. И вера, которая от Него, даровала Ему исцеление это пред всеми вами». Вера, которая от Него. Этот хромой человек, который сидел у ворот храма и долгое свое время жизни не мог ходить, получил от Бога веру. Бог вложил в него не ту веру, которую пытаются вложить в кого-то гипнотизеры, не ту веру, которую пытаются вложить обманщики, строители каких-то, может быть, финансовых пирамид. Это была вера, пришедшая от самого Господа. Это та вера, о которой Иисус сказал, имейте веру Божью, имейте ту веру, которая исходит от Бога, настоящая, неподдельная, которая всегда приведет к результату. Уверенность может не быть верой Божией. Мы можем быть в чем-то уверенными, но этого не достичь, потому что это не была уверенность, которую вложил в наше сердце Бог. И я хотел бы поэтому сегодня немного рассуждать о характеристиках Божьей веры, чтобы мы могли распознать ее в себе и те стереотипы, те понимания, которые мы за эти годы, может быть, накопили, может быть, они у вас правильные все, может быть, не все, может быть, ни одного правильного понятия нет. Но мы будем сегодня смотреть в Слово Божие, чтобы убедиться в том, что та вера, которую мы имеем в сердце, является верой Божией. Только тогда мы с вами придем к результату, к осуществлению того, что мы ожидаем с вами. Послание к евреям в 12 главе 2 стихом Иисус назван начальниками, совершителем веры. Немножко для современного читателя непонятные слова. Начальник, мы сразу представляем работу, несколько человек и над ними начальник. Слово начальник в этом смысле означает тот, кто начал или начало. Совершитель, слово означает завершитель. То есть Иисус в себе воплощает начало и завершение веры. Она вся в нем, и Он хочет передать нам с вами, чтобы мы так же умели, и нам нужно от Него научиться. Мы должны убежать от всякой легкомысленной уверенности, потому что Библия говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Человек идет, и он уверен, что это прямая дорога. В его сердце есть вера. Но Бог говорит, эта дорога приведет его в погибель, несмотря на то, что он внутри себя уверен. И поэтому наша задача постоянно взвешивать свое сердце на весах Божьего Слова. Самая первая характеристика Божьей веры заключается в том, что эта вера основана на Священном Писании. Нельзя верить и ожидать чего-то, чего Бог нам никогда не обещал. Кто-то может присоединять к Священному Писанию какие-то понятия, обещания того, чего Бог никогда человеку не предлагал. И к чему Бог никогда не предлагал человеку достигать этого. И задача врага в том, чтобы присоединять к Библии какие-то неправильные обещания, заключается в том, чтобы двинуть христианина в ложном направлении, и в конце концов привести его к разочарованию. На одном из вокзалов Москвы я однажды сидел и разговаривал с человеком, который оказался членом одной из киевских, большой, многочисленной киевской церкви. Не нашего братства. И я беседовал с ними, разговаривал и говорю, как он рассказал о том, что у них очень много людей. Я говорю, а есть люди, которые покидают церковь, уходят? Он говорит, конечно, есть очень много. Я говорю, а в чем причина? И он произнес фразу, которая после, когда я осмысливал, она просто ранила мое сердце. Он сказал, они разочаровались в Боге. Что значит разочароваться в Боге? Это само выражение по себе бессмысленно. Когда царица Савская пришла к Соломону и увидела все это великолепие, она сказала, я раньше не верила тому, что мне говорили, но оказывается, у тебя в два раза больше того, что мне говорили. Когда человек встречается с Богом в своей жизни, по-настоящему встречается с Богом, разочарованию нет места. Божьи сокровища и благословения, благодать, любовь и милость, все его дарования, вся его красота и великолепие в миллиарды раз превосходят то, что можно передать человеческим языком. И если мы уверовали слову свидетельства, и мы пошли и встретились с Господом, невозможно разочароваться. И разочаровывается только человек, который вместо Господа встретился с чем-то другим. Человек, которого двинули в неправильном направлении. Человеку, которому дали восковое яблоко, он разочаровался в восковом яблоке, он разочаровался в подделке. Ему пообещали то, чего Бог никогда не обещал. Это очень горькое, очень длительное разочарование, из которого многие никогда могут уже не выбраться. Когда Иисус разговаривал с Нафанаилом, и Нафанаил, помните, признал, и говорит, ты сын Божий, ты царь Израилев. Иисус говорит, ты веруешь, потому что Я сказал тебе, Я видел тебя под смоковницей. Ты веруешь, потому что Я сказал. Это была Божья вера, которая приходит в сердце от слышания слов Иисуса Христа. Как хорошо бы, если бы мы говорили, и в сердце людей влагалась Божья вера. Как сказал апостол Павел, чтобы мы не произносили гнилые слова, разрушающие веру, но произносили то, что будет приносить назидание в вере. Мы заговорили, и в сердце окружающих нас умножилась Божья вера. Это было бы очень хорошо. Учителя воскресной школы, наверное, не все, но многие стинают сегодня, когда они преподают уроки библейские детям, дети начинают спорить. И одни дети говорят, у нас в мультике не так было. Другие дети говорят, а я в мультике вот этом так смотрел и видел. И когда я услышал эту жалобу, мне стало горько. Я понял, что у этих детей нет потенциала для роста веры. В Библии написано, что вера основывается на христианских мультфильмах, которые содержат очень много искажений порой. И которые должны, наверное, просматриваться после 18 лет. Когда ты уже знаешь, как по-настоящему в Библии, и потом хочешь отдохнуть и посмотреть, как же люди увидели эту ситуацию. Но когда в детстве еще нет никакой информации, и дети потом называют искаженно библейские имена, у них нет фундамента. Это какая-то венеция на воде, это что-то непонятное, плавающее, которое в любой момент может утонуть. Если христианин сегодня ленится в том, чтобы читать Священное Писание, у него нет этой регулярной практики, ему неоткуда взяться вере Божией. В него могут вложить взамен любую другую веру. Веру в то, что он когда-то станет очень богатым или успешным, или благословенным в личной жизни, могут это вложить. Но веры Божьей там места не будет. А значит, будет очень много места большим разочарованием. Первая характеристика – Божьей веры. Эта вера основана на Слове Божьем. Она питается Словом Божьим, она формируется Словом Божьим и верит только в то, что говорит Слово Божие, ничего не прибывая лишнего к тому, что Господь говорит. Вторая характеристика, о которой хотелось бы говорить – вера Божья не штурмует небо. Оно и написано, что это был человек, который послушался Господа, и когда еще ничего не было видимо, когда не капал дождь с неба, и по радио не сообщали о том, что затапливает юг Германии, Австрию и так далее, он уже в это время готовил ковчег на очень сухом, возвышенном месте. Почему? Библия говорит, он благоговея приготовил ковчег. Неотъемлемый элемент веры – это благоговение. К сожалению, мы благоговение иногда понимаем очень частично. Благоговение для нас – это аккуратно сложенные руки, поджатые коленки, неопустившаяся голова и все. Это тоже часть благоговения. Правильно сидеть. Я еще долго этому учусь. Но, если кроме правильного сидения в собрании, ваше благоговение больше не распространяется ни на какие сферы жизни, можно сказать, что у вас благоговения нет. Иисус был услышан за свое благоговение. Вы думаете, это была аккуратная стойка в Гефсиманском саду молитвенная? Я думаю, что Иисус мог быть распростерты на земле. Эта внутренняя боль не позволяла стоять, как аллилуйя дерево, иногда называют, неподвижное и правильное. Благоговение было в том, и я хочу, чтобы каждый христианин усвоил для себя, что он сказал, не моя воля, но твоя да будет. Я трепещу перед волей Господней. Я боюсь посягнуть на Божьи постановления в отношении меня. Я боюсь изменить их. И если я высказываю свое желание, которое может быть вопреки Господу, и мне бывает трудно что-то исполнить, я делаю это крайне аккуратно. И говорю, впрочем, не моя воля. Я открываю желание, но пусть не моя воля будет. Если мы становимся бомбардирами небес, и мы настаиваем на том, что нам нужно, это уже не называется верой Божией. Недавно я вспомнил о том, что мы забыли некоторые вещи. Книга Экклесиаста, 4 глава, 17 стих. Когда я приходил в какие-то собрания, мы молились, и мы пытались достичь Господнего присутствия, чтобы Бог прикоснулся к нашим сердцами, расплавил их. И однажды вдруг я понял, что мы упустили одну вещь, которую раньше часто говорили в собраниях, и в частности перед собранием. Экклесиаст сказал, наблюдай за ногой твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слышанию, нежели к жертвоприношению. Наблюдать за ногой своей, нам понятно, это наблюдать за своим поведением, ходить свято и так далее, но почему, когда идешь в Дом Божий? Разве нам не нужно наблюдать за ногой своей во все остальное время? Почему Библия акцентирует внимание на отрезке с той секунды, когда вы начали одевать носки, чтобы пойти в собрание, и до секунды, как вы сели в этом собрании? В этот отрезок Библия говорит, наблюдай за ногой твоей. Я думаю, что большинство находящихся здесь согласятся, это очень опасный отрезок. Именно в это время почему-то дети проливают кефир на себя, а муж обнаруживает, что рубашка оказывается не постирная, которую он собирался одевать, а конспект завалялся и где-то потерялся. Именно в это время вдруг у кого-то кто-то наступает на ногу или теряются ключи от входной двери, или не заводится машина. Именно в это время. В четверг и в воскресенье. Это опасный участок. Мы не говорим детям своим постоянно, смотри под ноги, смотри под ноги, смотри под ноги. Мы говорим, когда идем или мимо луж, или по ледовому какому-то участку, или по каменистому, там, где опасно. И поэтому Бог говорит, это время до собрания, когда ты собираешься в собрание, это опасное время. Почему? Потому что ты идешь в дом Божий, где все должны соединиться в одном духе и едиными устами славить Господа и получить огромное благословение от Него. Но если враг выбит из сколей 10, 15, 20, 50, 70 процентов христиан и они придут сюда, благословения не будет. А не Божья вера в это время говорит, штурмуй небо, достигай. А Бог говорит, будь более готов к слышанию. Может быть, Бог хочет сказать тебе, ты неправильно наступил вот этой ногой здесь и твоя жертва мне не нужна. Когда мы сконцентрированы на жертве, я беру ветхозаветний образ, построили жертвенник, поставили камни, зажигаем огонь, Бог говорит, мне не нужна жертва, мы заняты, мы приготовляем козленка, теленка, ягненка, мы все делаем спешно, Бог говорит, мне не надо, это у тебя сердце не в порядке, а мы не слышим. И то, что должно Богу быть приятным благоуханием, когда Бог на небе восседает, и мы здесь поем и молимся, Богу должно быть приятно от этого. Но при условии, если пришедший сюда наблюдал за своей ногой, а если не наблюдал, и ты пришел сюда поссорившийся с мужем или с женой, или в нелодах со своими детьми, или с пассажирами автобуса и трамвая, где ты ехал, и сердце твое расстроено, это фальшивая игра. И Бог говорит, жертву отодвигай в сторону, и послушай, что я хочу тебе сказать, и как настроить струны твоего сердца, чтобы они не были расстроенными. Вера Божья это чувствительная вера, которая никогда не бомбит небеса. Один проповедник говорит, от того неба и железное, что мы его бомбим. Вместо того, чтобы послушать Господа, получить его коррекцию, наставление в отношении нас, и спокойно принести то желание, просьбу и молитву, которую мы с вами имели в своем сердце. я закончу на этом моменте и перейду к следующему, потому что там долго будет. Дальше, третья характеристика достаточно необычная, потому что я хотел вам наглядное пособие использовать для этого. Видите, что у меня в руках? Вас впечатляет, что у меня в руках? Оденьте очки, кто плохо. Они вам все равно не помогут. Хор видит? У меня очень впечатляющая вещь в руках. Относительно веры. Что может быть такое маленькое? Горчичное зерно. Потом подойдите, посмотрите. За 20 с лишним лет своей жизни я первый раз только недавно увидел. У меня целый кулечек. Вот так много видно можно уже. Подарить просят. По одному на группу. Почему? Я много задумывался. Сама же Библия говорит о возрастании нашей веры, умножении. И ученики говорят, Господи, умножь нас в веру. И вдруг Иисус осаждает все эти размеры и говорит, если даже у вас будет сгорчичное зерно вера, вы сможете передвигать горы. видимо, Иисус акцентирует наше внимание на качестве веры, чтобы она была Божья. Не Божья вера очень большая, ничего не сделает или вреда много принесет. Божья вера очень маленькая даже, но принесет очень много. Какая характеристика, третья, о которой я хочу сказать? Божья вера это честная вера. Это не супер вера. Это не вера, стерилизованная от всякого рода сомнения. Это вера, которая говорит то все, как есть на самом деле. Вы знаете, что в последнее время появились такие учения, это где-то около 15 лет назад пришло в нашу страну так называемое положительное исповедание. Что было в то время с христианами, что было со мной, если бы вы знали? Только попробуйте сказать какое-то сомнение. На вас сразу христиане набросятся и скажут, во имя Иисуса мы разрушаем твое исповедание. Мы страшно боялись, что от чьих-то слов то, чего мы ожидаем и молимся, вдруг не произойдет, наши родственники не уверуют, наша болезнь не уйдет, потому что какой-то несчастный, оказывается честный человек выразил честно свое сомнение. Его сразу же со всех сторон сдавливали и заставляли, закрывали рот восковым яблоком. Что такое честная вера? Вера Божья это не значит, что в твоей жизни нет ни секунды смущения, сомнения. Авраам назван мужем веры и Библия говорит, он разговаривает с Богом, Бог говорит, у тебя будет большое потомство, он говорит, да хоть бы Измаил был жив перед лицом твоим. А Сара смеется в шатре, в отремонии, ой, я уж старуха, куда мне детей? Это Божья вера или нет? Только почему-то не по нашим представлениям. так вместо Бога мы бы им не дали ребенка, потому что они отрицательное исповедание веры произнесли. Они разрушили все. Сара разрушила и Авраам разрушил, а Бог взял и почему-то по-другому сделал, все равно им дал и в Новом Завете везде называют их людьми веры, веру и Сара, веру и Авраам. Какая-то не супер вера, не впечатляющая вера, какая-то обычная и со всеми присущими человеку слабостями. Моисей говорит, Господи, я начал говорить к фараону и стало еще все хуже. Хризмат скажет, ты что отрицательное исповедание веры произносишь? Да потому что так есть, хуже стало. И Бог никогда на правду не обижался, я это заметил за свою жизнь. Нафанаил, ему говорят, мы нашли того, о котором говорили пророки и закон. Он говорит, из Назарета разве может быть что-то доброе? Отрицательное исповедание веры, такой человек по нашим понятиям. Никогда не должен встретиться с Иисусом. Но он встречается с Иисусом, Иисус ему говорит слова и Нафанаил говорит, ты сын Божий, ты царь Израиля. Честность, самый короткий путь к вере. Несколько минут назад, часов, я не знаю, сколько он добирался до Христа, он говорил, не может быть из Назарета что добро, он сказал, что думал, что было здесь. Он не пытался создать вокруг себя ауру богословия, веры, христоматия, чего угодно, я не знаю. Он сказал, что думал, он выразил свое внутреннее содержание, был честным человеком, отсутствие лукавства, так выразил о нем Иисус, и через несколько коротких мгновений он получает в сердце свою настоящую веру. Иисус говорит самарянке, приведи сюда мужа твоего. Она говорит, у меня нет мужа. Он говорит, правду ты сказала. У тебя их было пять, и этот не муж тебе. Что дальше? Вижу, что ты пророк. Честность, самый короткий путь к Божьей вере. Эта леди могла бы создать видимость благополучной семьи, как сейчас многие делают. Сожительствуют и говорят муж. Сожительствуют и говорят жена. А Бог говорит, блудники оба. И если сегодня я пытаюсь вокруг себя создать видимость благополучия, у меня все хорошо и все прекрасно, я не честный человек, вера никогда не поселится Божья в такое сердце. Иисус говорит, правду ты сказала. Через несколько секунд ее глаза открываются, и она видит подобно Нафанаилу, что перед ней Божий Сын. Мне приходилось неоднократно разговаривать с людьми, которые приходили из мира. Я думаю, что подобная болезнь может быть и среди христиан уже сегодня. Они рассказывали свою жизнь, свои проблемы, хотят они прийти к Богу, но упускали самое главное почему-то. Они очень стеснялись, если, допустим, это была проблема алкоголя, они о ней именно не говорили, хотя она была главная. Сегодня этих людей нет в церкви. Если ты приходишь разговаривать со служителем, беседовать, говорить о своем состоянии, и ты говоришь обо всем, кроме главной проблемы, ты не узнаешь, что такое вера, побеждающая мир. Она не войдет в твое сердце, потому что ты хитрый и скользкий человек, который пытаешься вокруг себя создать видимость и впечатление мужа или жены веры. Такая нечестность никогда не позволит Божьей вере вместиться в наше сердце. Когда Давид говорил такие слова, обращу ваше внимание, я веровал и потому говорил, там сказано дальше, мы бы так сказали, вот исходя из наших пониманий, я веровал и потому говорил, Бог со мной, Бог крепость моя, а Давид говорит, я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. мы сказали, что это у тебя за вера такая, ты говоришь, я разбитый, а это честная Божья вера, которая говорит о том, что есть сердце и говорит, потому что верит Бог силен помочь. Если ты не веришь, что Бог силен помочь и избавить тебя от твоих пороков, от того, что запинает тебя, ты никогда не расскажешь об этом. И это говорит о том, что там Божьи веры, честной, настоящей, внешне не блестящей, ее там нет. Мы напрягаем друг друга, говорим, верь, сестра, верь, брат, ни слова сомнения. А Иисус поступает немножко проще. Он говорит, сколько-нибудь можешь веровать? Веруй. Разгрузите ваших ближних, пожалуйста, скажите им так же. Там, где вы их заставляете верить 50 раз больше, чем самих себя, скажите им, сколько-нибудь можешь? Все возможно. Сколько есть? Собери, принеси и Богу, который любит честность и искренность и не любит помпезность, Он сделает то, что ты ожидаешь. Даже несмотря на то, что внешне для многих людей ты выглядишь совсем уже таким шатким, сомневающимся человеком. Еще один момент. Вера Божия это вера, которая способна ожидать. В свое время я думал, что чем больше веры, тем быстрее приходит результат. Тогда мы тоже снова должны назвать Авраама неверующим человеком, потому что он ждал 25 лет того, что Бог ему пообещал. Есть вера Божья, которая может быстро приносить результат, мгновенное исцеление и так далее. Но есть много вещей, которые вера проверяется, как способная ждать и не разочароваться в это время. Некоторые христиане жалуются на какие-то обстоятельства и потом уже зная, служители нас изучили хорошо, ну вы скажете молиться, да? Я говорю, да. Так я уже молилась. И? Помолилась, ничего не произошло, начинает действовать. Как? Неправильно. Потому что правильно это надо ждать, а неправильно это все остальное. Вы так себе находили в таком состоянии? Вы говорите, так я уже помолился. Так а кто тебе сказал, сколько раз надо помолиться? Один или два? Или 95? Или 1136 раз? Вера осуществляет ожидаемое. Но там не написано, за сколько дней. Авраам 25 лет ждал. Когда Моисей не сходил с горы и 40 дней, всего лишь 40 дней, израильтяне внизу томились, томились, томились и говорят, Аарона не знаем, что произошло с Моисеем. Они верили, что есть Бог, они знали, что это Божий человек, но только не умели ждать. Вера Божия умеет ждать. Она не торопит события и не хватает первое попавшееся поддельное, потому что Бог медлит. Бог медлит, но не опаздывает. Еще один момент, пятый, я уже буду коротко сейчас проходить их. Вера Божия, она имеет всегда практику послушания. Если вы по природе бунтарь и непокорный человек, вере Божия, место нет вашим сердцем. Однажды один человек попросил Иисуса исцелить его слугу, Иисус пошел, а тот посылает ему своих слуг и говорит так, Я подчиненный человек, подвластный, но имею у себя воинов в подчинении. Говорю, иди и идет, приходи и приходит. К чему это все? Он говорит, Я подвластный, Я подвластный, Я послушен и меня слушают. Иисус был послушен Богу, и Иисусу повиновались духовные силы. Невозможно верой достигать что-то, она бессильна, она ничтожна, если я не подчинен тому, кто стоит выше меня. В бунтарском сердце нет места Божьей веры. Что угодно, только не вера. Иисус говорит, как вы можете веровать, если ищете славы человеческой, когда мы хотим создать вокруг себя видимость настоящего, большого, сильного человека веры. Бог говорит, вы не можете в это время веровать. Также мы не можем веровать, если мы непокорны. Жена непокорна мужу, в сердце нет места Божьей веры. Муж непокорен на работе начальнику, в сердце нет места Божьей веры. Прихожане непослушным пастору, в сердце нет места Божьей веры. Дети непослушны родителям, В сердце нет места Божьей веры, потому что вера и послушание идут в одной связке. И почитайте евреям послание 2-3 главу, и вы увидите, как рядом стоят израильтяне не вошли за неверие, и в другом месте не вошли в обетованную землю за непокорность. Это знак равно. И самое последнее, что я хочу сказать, вера Божия это не самовнушение. Я посетил одного человека больного с братом, и нам показывают тетрадку, в которой написано много стихов об исцелении. Это больной брат. Ему дали такой рецепт лечебный, нетрадиционный. Повторять три раза в день эти стихи из Библии. Как вам эта инструкция? Мне напоминают мантры. В Библии написано, я говорю и потому верю. Это называется самовнушение. Я себя заставляю поверить. Библия говорит, я веровал и потому говорил. Иисус сказал в Евангелии от Марка, когда он говорил о вере Божией, такие слова. Как раз их переворачивают. Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Поверит, и тогда будет, что он скажет. А не написано, что наговоришь, наговоришь, и наконец поверишь. Как некоторые преподаватели так столько учат, что уже сами начинают понимать предмет. Что-то вот такое напоминает немножко. Сегодня Богу не нужны повторения, повторения и повторения, самовнушения. Сердцем веруют, а устами исповедуют. Первая идет сердечная вера, а потом на языке. И она на язык естественно выходит. Когда человек оказался в бедственном положении, и вы разговариваете с ним, бедняга, как ты вот несчастный. Если он внутри знает, что все под Божьим контролем, да успокойтесь, братья и сестры, все будет хорошо. А может так его трясет от страха, все хорошо, все хорошо, все прекрасно, я спокоен как никогда. Он пытается туда затолкать веру вовнутрь. Бог говорит, не заталкивай ее словами. Есть другие методы. От слышания слова Божия, от чтения этого слова, от общения со мной, я тебе вложу эту веру. Не запихивай туда, что-нибудь не то запихнешь. Поддельное, не настоящее, которое тебя приведет на ложные пути. Мне кажется, братья и сестры, после этой проповеди вам должно стать немножко полегче. Да? Потому что те нормы, о которых я упоминал, они ложатся на христиан тяжелым бременем. Нужно создавать какой-то терминаторский такой вокруг себя имидж. Нужно выглядеть каким-то таким, таким, таким правильным и хорошим и стерильным, понимаете, что вот ничего, никакому человеческому чувству места нигде нет. В таком напряжении вы долго не протянете. И вы придете к тому, что, говорят, разочаровался в Боге. Не в Боге, а в восковом яблоке. Ты пытался быть тем, кем Бог тебя не хотел видеть. Ты пытался достичь того, чего Бог тебе не поручал достигать. И в конце концов ты можешь упасть в глубокую яму и стать большим примером кораблекрушения в Вере. Я очень хочу, обращаясь к Господу, молиться вместе с вами, сказать, Господи, ты видишь все наши мысли, понимание, что в нас неправильно. Как мы еще мыслим не по Писанию Священному, а честь и дай нам в сердце иметь чистую, святейшую, драгоценящую веру, без всяких примесей человеческих заблуждений. Помолимся.